Участие в конкурсе профмастерства для многих учителей – это возможность показать и рассказать о своих достижениях на педагогическом поприще. Но самое главное – это результаты, к которым они приходят в работе. Результаты – это не только участие в конкурсах, это мои ученики. То, что я вот выхожу на улицу, мне просто встретились родители и ученики и сказали, что у них все замечательно, и что они мне говорят спасибо, вот сейчас я шла недавно. И мне сказали, с Новым годом поздравили. И сказали, что только благодаря тому, что я учила, они до этого достигли. И не только мои ученики, допустим, у меня была ученица, она ко мне приехала с мужем. Муж пожал мне руку и сказал спасибо за то, что вы сделали и что вы испытали вот такого человека. В понедельник 11 педагогов городского округа представили конкурсному жюри свои методики и направления успешной работы. Начальник управления образования пожелала всем конкурсантам успешного выступления. Сегодня вас ждет старт в новые жизненные испытания. Это не только те условия, это не только те конкурсы, которые будут непосредственно на этом мероприятии. Наверное, это испытания силы боли, испытания дружбы своего коллектива, понимания и уважения родителей, ваших детей. И я желаю, чтобы все вокруг вас поддержали, чтобы вокруг вас была дружная команда. В ходе конкурса «Профмастерства» педагогам три этапа предстоит раскрыть свою педагогическую деятельность, какие современные методики активно внедряют в работе для достижения высоких результатов. Коллеги представляли свои интернет-сайты или какие-то интернет-ресурсы, на которых они могли представить всю свою методическую копилку. Это написание эссе «Я учитель», где они определяли свою профессиональную деятельность с точки зрения своего профессионального выбора. Впервые в конкурсе одним из испытаний стало проведение методического семинара. Оценивают выступление жюри, в состав которого вошли специалисты управления образования, филиала БАШ Госуниверситета и Педагогического колледжа. Третий тур и борьба за звание «Учитель года-2018» продолжится через неделю. Марина Медвинская, Никита Кабанов. Информационная программа «Ежедневник». Продолжение следует...